Друзья мои, ну очень приятно вас видеть в этом зале, мы не ошиблись, когда перенесли занятие в этот зал, потому что вы, конечно, в культуре 277 не поместились. А, да, вот микрофон. Друзья мои, значит, ну сегодня у нас такое, в общем, важное, я считаю, в целом для МГИМО и для экономического блока событий. Сегодня мы начинаем наш курс лекций по мастер-классам, правильно говоря, по инвестициям стартапам. Представляю вам, Сергею Шойгу, нашу выпускницу. Приятно, что выпускница именно факультета МЭЛа, причем, вот как мы сейчас в такой короткой беседе, того, как прийти к вам, определить, что, в общем, примерно даже в одни годы учились. Вот, так что, в общем, видите, какой выпуск был. Ух, ух. Ну, в любом случае, значит, друзья мои, значит, мастер-класс предполагает, естественно, свободное посещение, но в любом случае вы знаете все те бонусы, которые принесет вам этот мастер-класс. Это бонусы и в плане того, что вы, в общем, узнаете многое из реальной жизни, какие-то вещи вы сможете, собственно говоря, освоить и вот в рамках этого мастер-класса на практике. Ну и, в общем, я думаю, что в целом это будет полезно. Так что, друзья мои, я вас оставляю тогда. Спасибо. Благодарю вам. Спасибо. Итак, коллеги, если мне будет плохо слышно, хотя я сомневаюсь в этом, вы мне расскажете, и я возьму... А, для транса. А нас кто-то смотрит, да? Ладно. Ну, я тогда буду смотреться немножко странно, но тем не менее. Итак, спасибо вам большое, что вы пришли. И данный курс предназначен для того, чтобы рассказать вам про венчурный рынок, то, что он в России есть, как он выглядит, как выглядят стартапы, как выглядит работа фонда, зачем он нужен, откуда там деньги, как принимаются решения. Я часто достаточно читаю лекции в разных местах, также читала в МГИМО, когда-то преподавала здесь экономическую теорию непродолжительное количество времени. И здесь мы читаем курс по организации массовых мероприятий, поэтому меня, наверное, кто-то мог видеть, слышать или участвовать. Если этого не произошло, я говорю о том, что обычно задаю какие-то вопросы, или вы можете задавать вопросы, если вам что-то интересно, так как я с ним пришла для того, чтобы не спрашивать с вас, что вы выучили, а, в общем, рассказать, что я в целом знаю о венчурном рынке в данном случае конкретно. Это первое. Второе. Наверное, немножко о себе тоже расскажу, как я попала на венчурный рынок и вообще, каким образом и сколько я здесь уже нахожусь. На венчурный рынок я попала абсолютно случайно. Я изначально растила свою собственную компанию и пришла продавать это большому инвестору, в частности, АФК-системе. Они заинтересовались этим предложением и на протяжении около года шли достаточно тяжелые переговоры на тему оценок, стоимостей и вообще целесообразности покупки того или иного, ну, той или иной компании. В частности, это была медицинская компания, которая была ориентирована на предрейсовые, предсменные медицинские осмотры. Сделка состоялась, все произошло хорошо, чьфу-тьфу-тьфу, но с учетом данного проекта, поскольку он сильно заинтересовал АФК-систему, они предложили создать свой венчурный фонд. Добрейшего. Денечко. Присаживайтесь, пожалуйста. Вот. Тогда я со стороны венчура понимала то, что есть много идей, много компаний, которым необходимы деньги, но я не знала о том, что существуют фонды, которым действительно это интересно. Мне казалось, что венчурного рынка в России нету и очень много людей это говорили. Это было такое расхожее мнение, то, что вот там за рубежом в Штатах есть венчурный рынок, а у нас его, к сожалению, нету. Кстати, почему, как вы считаете, если, ну, здесь есть студенты третьего курса? Да, их много. Тогда скажите, пожалуйста, почему вот венчурный рынок в Штатах, да, имеет мультипликаторы, ну, от, не знаю, от 6 и до 25 сейчас, а в России это максимум там 8-12. Ну, если экономические какие-то предпосылки, помимо того, что он не развит. Высокая ставка дисконтирована? Так. Ну, высокая ставка дисконтирована у нас? Ну, да нет. Не могу так сказать. Просто переоценка, и так, больше вложений. У нас есть больше компрессий, больше переоценка. Больше вложений. Ну, и переоценка. Окей, хорошо. А если сказать о том, что доллара в целом больше? Ну, то есть мы же знаем про программу количественного смягчения, про то, что доллара в целом в экономике гораздо больше, нежели рубля, да? Ну, потому что у нас одна страна, а у них, как бы, да, это мировая валюта, и они, в общем, могут легко распространять доллар в достаточно большем объеме. Ну, и, соответственно, если мы говорим про постоянно, ну, представляете себе там постоянно падающий поток денег, и ты очень быстро пытаешься их рассувать в любые направления, да, у тебя много-много маленьких мешочков, и постоянно с неба сыпятся деньги. И ты такой, как бы, в это засунул, сюда засунул, еще куда-то, да, здесь спрятал за угол. Вот, поэтому мультипликаторы постоянно растут. Естественно, на данный момент очень круто продавать, и все стартапы, наверное, я бы тоже очень хотела вырастить здесь, поднять деньги здесь, и потом продаться, или хотя бы частично продать. Это все на американский рынок, не на европейский, потому что там, к сожалению, ликвидность не такая высокая. Вот, но не уверена, что это продолжится достаточно долго, просто потому что, на мой взгляд, это связано с такими большими инфляционными ожиданиями. По крайней мере, сейчас вы там на газе, или на стоимости газа можете это хорошо увидеть. Потому что, ну, это уже детали, это немножко экономической теории. Ладно, не суть. Итак, принципы работы венчурного фонда. Давайте мы с вами начнем с первого слайда. Ты будешь переключать? Кирилл, кстати, тоже выпускник МГИМО. Вот, правда, от другого факультета. Я думаю, что здесь есть факультет МБДА же, да? Это тоже есть. А, ну вот одни и те же люди поднимают руки почему-то. Ну, ладно. Итак, инвестиционный период. У каждого фонда есть инвестиционный период. И у венчурного фонда тоже есть. Бывают фонды Evergreen. Это фонды, которые постоянно функционируют. Обычно это не очень хороший знак для фонда, если это не было задекларировано сначала. То есть, если фонд изначально имел какой-то срок, а потом он стал бессрочным, то либо там есть какой-то суперактив, который, или там два-три суперактива, которыми они владеют, либо этот фонд просто не смог продать. И большое количество активов остались у него, поскольку он не может закрыть мандаты, не может полностью рассчитаться перед своими инвесторами, он становится постоянным. И, соответственно, из достаточно быстрой доходности, высокой, он превращается в более стабильный. И, соответственно, его доходность сильно сокращается, так как это все-таки дивидендная политика. Больше, нежели продажи и экзиты. Мой фонд, где я управляющий партнером, он, к сожалению, не мой, длится, ну, срок его инвестиционного периода 5 лет, соответственно, срок, когда мы должны закрыться, 7. Целевой размер фонда 5 миллиардов, АСК-система является ключевым нашим инвестором, и они положили полтора миллиарда. Других инвесторов говорить не буду, но с ними конкурируют еще несколько банков. Достаточно сложно на данный момент выбирать инвесторов, так как либо они санкционные, тогда у нас будут большие проблемы с продажей любых стартапов за рубеж, либо они не хотят, ну, если они находятся под санкциями, то они не хотят, чтобы были какие-то иностранные активы, так как они могут просто потерять деньги, так как им могут ничего не выплатить. Вот. Соответственно, у нас это фонды, у нас это банки, у нас это частные инвесторы. Я обычно люблю, чтобы были частные инвесторы, так как они, в общем, максимально заинтересованы в том, чтобы принимать решения. Очень люблю, когда в фонд даются деньги, но при этом голоса нет. У нас есть ряд коллег, которые постоянно воздерживаются от своего голоса, и это весьма сложно, так как, в общем, ну, странно, ты просто сидишь и не голосуешь вообще. Поэтому люблю частных инвесторов, мне это понятнее. Государственных денег здесь нету, и квази-государственных тоже. Фокус фонда. Изначально есть разные фонды. Есть фонды, которые инвестируют только в цифровизацию, в IT-технологии, в транспортную отрасль, которые консолидируют свое внимание на образование, или на культуре, или на сфере развлечений. Кстати, она является одной из самых растущих, и на российском рынке тоже. Для меня это было удивлением. Мне казалось, что транспорт растет быстрее, но нет. Размер инвестиций. От 20 до 300 миллионов рублей. В исключительных случаях выше. Ну, соответственно, чем больше чек, тем больше риска ты принимаешь на себя. Основной вопрос. Интересен вообще в целом любой стартап. Вот абсолютно любой. Вопрос в оценке. Обычно стартапы имеют, ну, такую постоянно базовую стратегию, что они себя очень переоценивают. Всегда. Они всегда говорят о том, что мы стоим 10 миллионов долларов, хотя у нас нету прибыли еще. Мы, у нас там сумасшедший уровень трат. Но, тем не менее, мы все равно очень классные, а за рубежом подобные сделки вообще собирает миллиард. И вот с этой позиции мы должны человека убеждать в том, что, в общем, ты стоишь чуть-чуть дешевле, потом обязательно будешь стоить дороже. Но вот сейчас это ровно не та сумма, и ты, к сожалению, ее не получишь в полном объеме. Обычно на данный момент венчурный рынок в России это большое количество компиляций. Очень мало стартапов финансируется из одного фонда. Почему, знаете? Ну, просто догадка, если вдруг. Вы в целом не можете это знать. Так, риски нивелировать отлично. У меня есть человек, аналитиком работает, он всегда тоже говорит про риски и про то, что их нужно нивелировать. Вот, я всегда говорю, что нужно покупать. Так, у кого-то еще есть какие-то свежие мысли, идеи? О, ты абсолютно прав. Вот, на самом деле, стартапов и хороших стартапов, ну, про риски 100% это так. И с точки зрения экономики мы всегда нивелируем риски и в том числе объемом инвестиций своих и мандатом. У нас подписано, что мы не можем инвестировать более чем в контрольный пакет. Это 25 плюс 1. Но вообще стартапов на рынке не очень много. И за них идет активная охота. Проходите, ну что же вы встали? Вам же неудобно. Да. Вот. Их очень мало. Ну, то есть, очень много крутых идей, но очень мало стартапов, которые реально готовы для того, чтобы в них отдать деньги. Вот. Как вы думаете? Ну, как вы думаете? Хорошо. Стандартные несколько проблем, про которые не думает стартапер. Как я долго рассказываю один слайд. Мне кажется, мы не дойдем до конца презентации. Что? Как это воспринимает тремор? Когда рынок мы готов к инновациям? Ну, давай три проблемы, которыми часто болеют стартапы. Ну, во-первых, слишком новый и свежий день за рынок, он не у нас примет. Так. Завышенное ожидание. Так. И, наверное, да, то есть не учтение каких-то факторов, которые, ну, со стороны они видны, но когда ты увлечен себя своей идеей. Если сильно увлечен, то да. Хорошо. Еще какие-нибудь варианты есть у кого-нибудь? Возможно, практическая реализация. Так, это уже теплее. Она идея, может быть, крутой. Так. Но когда мы приступаем к... Проходите, проходите, проходите. ...данного технологического решения уже там на рынок, может, ну, как правильно там коллега тоже заметил, либо не восприниматься рынком, либо просто, да, быть как бы сверх амбициозным. Понятно. Масштабирование, мне кажется, тоже. Вот. Ты почти в точку. Ты угадал первые критерии, вопрос масштабирования. Вообще, на самом деле, не нужна ли эта идея или нет? 50 проблем. Есть ли проблемы? Ага, есть ли проблемы? Да, такой вопрос уже сейчас существует. Решение проблемы. Радости или нет? Ну, да, иногда... И с кем? С кем? С кем? Ага. Он не очень важен. Окей, хорошо. Ну, самая большая проблема – это проблема масштабирования, действительно. Если ты хорошо это сделал 4 раза, это абсолютно не значит, что у тебя есть суперперспектива на то, чтобы быть масштабируемым. Очень много стартапов не рассчитываются, не основаны, и у них нет ответа на то, а если это будет 3000? Обычно там очень много ручного труда изначально. Если говорить на примере, суперрастет рынок онлайн-консультаций. В момент пандемии везде в мире начал бумить рынок психологии и удаленной психологической помощи. Люди не чувствовали себя одинокими, потерянными. Ну, в общем, не суть. Не важно, понятно, почему это начало расти. Да, и здесь вопрос того, что изначально коллеги, которые приходили, а на данный момент в России 5 таких стартапов, 6, они все столкнулись с одной и той же проблемой. Невозможно найти персонал. Ну, то есть они хорошо делают 1000 консультаций, хорошо делают 2000 консультаций, рынок очень сильно растет, он очень сильно перегрет, но нету специалистов абсолютно совсем вообще. То же самое с рынком курьерским, курьерской доставкой, найм курьеров, найм вообще людей с низкой квалификацией. Это очень большой вопрос. Рынок действительно суперперегрет. Есть три стартапа на эту тему, они очень круто растут. Но основной вопрос, где найти персонал, как убедиться в том, что эти люди не являются, не знаю, мошенниками, убийцами, террористами, не знаю, людьми, которые находятся в розыске. Ну, короче, вот это вся история. И непонятно, каким образом их брифовать и обучать. То есть непонятно, что этот человек, если он может работать грузчиком, то может ли он работать человеком, который расставляет продукты. И как об этом узнать? Соответственно, это не автоматизировано. В основном такие стартапы, ну, масштабирование этих стартапов тонет именно за счет того, что люди не могут написать софт. Ну, просто не могут отобрать. Вот. Это то, что касается первой проблемы. Второе – это маркетинг и пиар. О них никто не знает, они крутые, но они не понимают, как о себе рассказывать. Обычно это очень убогий бренд. Какой-нибудь, который придумали какая-нибудь буква «А» или буква «Л». Вот. Он ни о чем никогда никому не говорит. И, соответственно, нету никакой сильной идеи и позиции. То есть нету Стива Джобса, который выйдет и расскажет о том, что, почему это классно. Вот. И третья проблема – добрейшего вам. Да. И третья проблема – это финансовая модель. Это переоценка своих собственных возможностей, то, как вы и сказали. Люди считают, что у вас все будет хорошо, и вы сразу начнете продавать тысячу, две тысячи, три тысячи насосов, пылесосов, еще чего-нибудь. Этого не происходит на практике, и команда начинает распадаться. За счет того, что неправильно была построена финансовая модель, и неправильно были учтены предпосылки. Обычно это слишком амбициозно или слишком оптимистично. Вот как-то я вкратце рассказала. Я управляющий партнер вместе с Артемом Сирозудиновым. Он, наверное, когда-нибудь тоже появится. Он гораздо скучнее, чем я, но тоже полезный человек. Что мы делаем с компаниями? Обычно венчурный фонд дает не только деньги, и стандартно венчуры просят не только деньги. Обычно это как раз вопрос финансовой аналитики, это как раз вопрос формирования бренда и какой-то экосистемы вокруг него. У них стандартная проблема с бэком. Они не умеют считать, не умеют билить, у них нет бухгалтеров, нет юристов, они не понимают, что такое соглашение. Договоры, коммерческие договоры, СИЧ, что такое фонды, как они работают, и какие у них будут обязательства потом. Поэтому это все приходится выстраивать. О, мне сделали микрофон погромче. Мне так совсем не слышно, да? Ладно, давай дальше. Итак, собственно, портфель. Мы здесь выбрали буквально несколько компаний. Первая – это URent. Вы, наверное, можете увидеть его в Москве. Это история про самокаты. Я была против. Я был единственным партнером, который голосовал против. Ну, я воздержалась, потому что все остальные были за. Как думаете, почему я воздержалась? Ну, потому что эта сфера никак пока юридически не оформлена. И в будущем вот этот рост, который экспонсионально будет ограничен педически, там условно, ну вот сейчас начали в Москве даже 10 километров. По всей скорости, и поэтому рост будет такой большой. Поняла. Я бы сказал, потому что уже есть компании, как… Ну, не назову, в общем, уже есть компании, которые заняли достаточно большую долю на рынке. Яндекс туда зашел. Ну, как бы если Яндекс… Ну, Яндекс туда вообще-то вот так вот зашел пока. Ну, в общем, конкуренция, я бы так сказал. Окей, хорошо. Ну, по поводу GR-ограничений, да, безусловно, это риск любого стартапа, особенно кто рассчитан на масс-маркет, и они будут вводиться по-любому. Да. Может быть, потому что они сезонные. Сезонность, да. Самокаты намного сезоннее, чем велосипеды, мне кажется. Ты тот человек, который ездит зимой на велике, я, походу. Ладно. Ну, на самом деле есть сезонность, безусловно, это правда так. Я голосовала против, потому что я не вижу в этом венчура, я не вижу в этом инновационности никакой. Ну, то есть есть оборудование, они купили, расставили по Москве, написали легенький софт, но по факту он может быть скопирован, большое количество подобного софта, скопировано с кардшеринга. Вот. Поэтому я не видела здесь инновационности никакой, рынок сильно перегрет, и я не понимаю, я как любой фонд смотрю на то, ну, как бы с понятным экзитом, потому что я должна понимать, если я это купила, знаете, чтобы продать что-нибудь не нужно, чтобы купить что-нибудь не нужно. И я вот постоянно смотрю, а куда я потом, да, это буду пристраивать. Вот. И я поняла, что у меня-то по факту они до такой степени большие, дорогие, и рынок до такой степени, типа, растет, что купить могут только Сбер. Ну, или Сбер. Или, может быть, Сбер. Вот. Да. Ну, Яндекс, ну, обычно он делает что-то свое и не покупает ничего большого. Да, мы знаем это по Тинькову, мы знаем это, ну, короче, мы просто это знаем. Вот. ВТБ может быть, но тоже не за такие деньги, и, наверное, не сразу, и не целиком. В общем, такое, своеобразная штука. Да. Усманов? Ну, такое, не уверенно. Мейл очень редко что-то большое покупает. И Усманов полтора года не в России, поэтому ты, конечно, можешь что-то попытаться продать без него, но вряд ли получится такую сделку обычно это акционеры. Вот подобные сделки, подобного объема, там, то, что выше двух миллиардов рублей, они оцениваются, там, практически в пять, сложно продавать без участия акционера прямого. Это не уровень менеджеров, даже топов. Кто-то еще что-то хотел спросить? В принципе, дешевле самоурова на разработках, если это крупная компания. Ну, у Яндекса есть хоршеринг. Мы просто возьмем... Яндекс делает то же самое. Вот он сейчас зашел, он зашел с собственным продуктом, он никого не купил. Вот. Итак, чекбокс. Чекбокс — это как раз доставщики взяли немножко от всех доставщиков, но тем не менее, что у них развито? Это то, что они являются платформой. То есть они являются, по факту, агрегируют тех же самых доставщиков и Яндекс.Доставки, и самокаты, и еще достаточно много кого, просто алгоритмически улучшая их маршрут. То есть, куда тебе лучше и быстрее проехать, и когда ты где должен быть. По факту, это именно подобное решение. Мне оно нравится. И на него, кстати, уже есть покупатели, если, опять же, стартаперы скажут о том, что они стоят немножко дешевле, чем они думают. Надеюсь, что это будет первый экзит, может быть. Демашина. Демашина — один из моих любимых продуктов. Это история про аренду автомобилей на более долгий срок. Сейчас этот тренд очень популярен и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, потому что на данный момент шеринг экономика, наверное, все знаете, кстати, я не понимаю, почему у нас растет этот сегмент, а мы все равно считаем, что доходность и благосостояние стран у нас измеряется в приросте ВВП. Ну, то есть, прирост ВВП — это же, типа, объем продуктов, которые производятся, ну, если мы про реальные говорим. А с учетом платформенных решений, я не очень понимаю, ну, то есть мы же не производим две машины, производим одну, и потом ее сдаем в аренду. И я вот не понимаю, каким образом этот вопрос будет решаться. Но это мои мысли на этот счет. Хорошо растет, смотрят несколько игроков, зашли пока на 21 миллион, но по факту есть конвертируемый займ, достаточно, ну, чтобы добить до 150, по-моему. Они крайне маленькие, у них существуют проблемы с покупкой машин, но тем не менее, то, что они… ну, тем не менее, машин сильно не хватает. Поэтому если кто-то вдруг захочет что-то подобное сделать, то на рынке еще есть место, только делать надо очень быстро. Вот, да. А вот эти суммы, это оценка, сколько стоит сейчас эти активы? Нет, это вход. Не-не-не-не-не, это все ерды, это все что-то, это же все очень дорого. Машины себя хорошо оценили, они, ну, мы не торговались по поводу оценки, вот, а по поводу Юрента пришлось достаточно сильно их убеждать в том, что они, в общем, да, не так дорого стоят. Вот. Кстати, Юрент – это единственная компания, которая из самокатчиков, которая подписала договор с Нидерландами, там запретили самокаты, если не знаете, вот, и они купили практически, ну, большую партию уже бушных самокатов оттуда, тем самым сильно сэкономив себе косты и уронив Юнит-экономику, знаете, что такое Юнит-экономика? Ну, не очень, походу. Юнит-экономика – это затраты на один самокат в данном случае или на одного клиента. Она бывает разная, ее можно считать по-разному. Мы считаем затраты на и жизнедеятельность одного самоката, да, то есть он тебе стоит вот столько, если он функционирует два года. Вот. Ну, или затраты на одного клиента, если мы говорим о том, что, да, еще включен маркетинг, типа на привлечение одного клиента, сколько ты потратил и сколько он тебе стоит в электроэнергии тоже, да? Мы понимаем. Окей, профилум. Профилум, не знаю, может быть, пользователей здесь, может быть, нет, но школьники, скорее всего, будут пользоваться этим сейчас достаточно часто. Это история про выбор профессии. Так называемая проверка по софтам, по софтскиллам и по хардскиллам и рекомендации, куда тебе пойти. Помимо этого, у них есть еще дополнительный продукт, они рассказывают о том, а что есть на самом деле та или иная профессия. То есть, когда мы представляем бухгалтера, мы видим одну картинку, а на самом деле это немножко по-другому и выглядит, и звучит, и, в общем, заниматься нужно другими делами. Да, следующая история. Зачем нужен этот курс? Ну, если вы сюда пришли, вы понимаете, зачем он нужен. Четыре лекции. Да, у вас будут лекции по юридической части, будут лекции от стартапов, точнее, от людей, которые сегментируют стартапы, которые их обрабатывают, и которые потом выходят на инвестиционный комитет. Анализ отраслевой. Ну, да, на примерах хорошо. А, да, и еще есть идея, чтобы к вам пришли сами стартаперы и рассказали о том, как это. Вам это интересно или нет? Хорошо. Значит, будет. Следующий слайд. Ну, я думаю, что да. Примеры стартапов, созданных в университете. Все, наверное, знаете их. В общем, не вижу смысла останавливаться, но, в общем, вот такие свежие идеи были реализованы в рамках университетских стен. И не только, по-моему, они. Да. А, немножко. А он только у меня на экране, да, размазанный. Там он нормальный. Хорошо. Соответственно, что вам нужно, если у вас есть стартап или если у вас есть идея? Ну, конечно, вам нужна финансовая модель, бизнес-план. Вам нужна команда. Это я там точно могу сказать. Вам нужны начальные деньги. Вам нужен выход на рынок. Ну, то есть вам нужно хотя бы первые несколько клиентов. Обычно это якоря. Не знаю, мне кажется, что если вы что-то делаете, вы сначала должны понять, кому вы это продадите или кто будет вашим первоначальным клиентом. Ну, и масштабирование. То, что я рассказала, как вы будете делать это еще в 864 раза, но дешевле. Вот. Да, и дальше мы идем. Да, дальше есть любимые слайды Кирилла. Это вот их 4 слайда. Соответственно, вы не пойдете, вы можете взять деньги из семьи, но это не очень хорошо, или друзей. Давай я про… Все, да, вы можете взять деньги в банке. В России лучше не надо этого делать. Сейчас нынешний ставк ключевой. Есть бизнес-ангелы. И, кстати, бизнес-ангелы… Мы достаточно много перекупаем стартапов у бизнес-ангелов. Это достаточно работающая штука. Но они дают немного денег. То есть, если вам нужно 500 рублей, то в целом вы можете туда обратиться. Есть венчурные фонды. Долго в среднем сделка занимает от месяца, если фонду суперинтересно, до полутора лет. Стандартный цикл сделки 3-4 месяца. Если мы говорим о том, что вы заново не пишете финансовую модель, вы не пересобираете свою какую-нибудь структуру внутри этого стартапа. Ну, короче, в среднем 3-4 месяца, если у вас все хорошо. Если у вас все не очень хорошо, или вы не очень готовы, то это 6-8. Да, каждый стартап хочет… Вы вообще хотите, чтобы ваша компания, если вы вдруг создали ее, вы хотите, чтобы она вышла на IPO? Да, я хочу продать и уйти просто, я не знаю. Я считаю, что нет. Так. Вот, коробочка. Вот, все сдал свое, вот, зарабатываешь денежку, и все, и вот, хватит. Согласна. Ассоциирует. Ассоциирует, да, и это его не душа, конечно, не часть. И поэтому все зависит от цели. Если ты собираешься просто заработать денег, то он не может… Если ты просто собираешься заработать денег на IPO, выходить не надо. Там это непросто. Ну, ты по факту размываешься. Ну, если у тебя останется условно… Ну, IPO бывает разным, да, ты можешь и остаться там, не знаю, в одной тысячной, можешь вообще не остаться, да, выпустив просто компанию на IPO и продав все. Есть блокирующие пакеты, есть дакуп, есть облигации долговые, если мы говорим про долговые инструменты, и просто сбор денег на развитие, да. IPO – это не просто стартапы на IPO, они выходят, выходят достаточно большие компании, которые уже имеют прибыль, и имеют… Ну, в большинстве своем имеют прибыль. Да, то, что касается IPO, которые происходят с убыточными компаниями, да, которые вот только-только растут, есть пара таких случаев, но в основном это не очень хорошо заканчивается. Да. Точнее, очень плохо заканчивается. Мне кажется, в определенных ситуациях это имеет смысл, например, шаг просто безумный рынок. Где? Оценили дороже моего опыта, дороже, что его подряд. Да, почему? Нет, вот как раз для такого стартапа это был просто идеальный рынок. Так что, ну, тут можно даже по ситуации ориентироваться. Ну, все по-разному, конечно. Но продать – продать все. Ну, так что, ну, не знаю. Не все. У нас еще много чего есть продать. Ладно. Итак, сначала есть стадия, когда у тебя просто есть идея, потом есть бизнес-ангелы, когда ты в целом начинаешь ее реализовывать. После этого есть венчурные фонды, дальше есть фонды, которые готовят и упаковывают себя под IPO, потому что ты сам… Это очень сложный процесс, и ты сам вряд ли сможешь это реализовать. Вот. Хотя у меня есть подобный пример, и, наверное, этот коллега придет тоже порасскажет, как он выходил на IPO. Вот. И чем это потом закончилось. И дальше публичный рынок. Ты котируешься, классно, не имеешь стопроцентного влияния на свою компанию, и, соответственно, находишься под огромным контролем и надзором всех контрольно-надзорных органов, которые есть в рамках той юрисдикции, где ты, собственно, выходишь и где ты зарегистрирована. Вот. Я считаю, что на IPO необходимо выходить компаниям, которые рассчитывают на B2C-сегменты, которые являются супермассовыми. Вот. Не считаю, что необходимо выводить на IPO софты. Вот. На данный момент, так как это интеллектуальная собственность, и я… Мне кажется то, что только фаундер и только команда, которая создает этот софт, может действительно эффективно им управлять. Вот. Поэтому здесь я бы придерживалась больше выпуска долговых каких-то ценных бумаг, но я пока не пишу сама софты, и как только напишу, наверное, так и поступлю. Да. Следующий. Здесь мы рассказываем кратко о том, что только один… Только одна из… Один из стартапов, одна из компаний, в которые мы кладем денежку, является супер-мега золотым оленем. Вот. И приносит огромное количество денег. Вот. Соответственно, порядка там 8-10% приносит хорошую доходность. Базовая доходность – это, ну, стандартно 25-40… Ну, от 20 до 40% у венчурного фонда. Кто вам говорит про там 2-3 конца, да, про то, что это 200-300-400%, таких стартапов очень мало, таких сделок на рынке очень мало. Обычно… Ну, они рыночные и нерыночные бывают. Я думаю, что все об этом… Все это понимают. Вот. Ну, и приходится прерывать огромное количество стартапов для того, чтобы что-то хорошее найти, и потом это что-то хорошее хорошо продать. Есть лимитед-партнеры, это как раз инвесторы, есть сама команда венчурного фонда, есть генеральные партнеры. Ну, в данном случае это я и Артем, которого вы не видите рядом со мной. Вот. Дальше есть портфельные компании, есть… Мы в какой-то части владеем рядом подобных портфельных компаний. Есть определенная плата с… Есть success fee, есть management fee. Success – это история про то, что с нами обычно партнеры, ну, лимитированные партнеры, то бишь инвесторы, делятся прибылью от сделки. Мы говорим о том, что, чтобы нас мотивировать, да, потому что если я работаю только за заработу, то я в целом могу просто накупить кучу всего и не продавать ничего. Ну, просто не тратить на это силы и средства. Вот. А стандартно это бывает от 10 до 25 процентов. Ну, конечно, всем хочется, чтобы это было 25, но стандартно практика говорит о том, что если ты продаешь задешево, то это там 0 процентов. Если ты продаешь в целом в тех… Ну, там с понятной маржой, которая у тебя в мандате написана, там, не знаю, 20 процентов доходности. И ты 20 процентную доходность приносишь. Это стандартно там от 8 до 10 процентов. Ну, ты должен это заложить сверху. Да, чтобы фонд получил свою доходность. Вот. Если ты продаешь за какие-то космические деньги, то тогда это, конечно, обсуждается… Иногда это обсуждается, иногда это фиксировано в размере 20-25 процентов. Называется это waterfall. Практика, которая… Вам не душно, нет? Да? А может быть, мы тогда… Да, то как-то я… Да, и мне тоже так кажется, мы так всегда делали как-то. Спасибо большое. Вот. Но в некоторых… Ну, это практика международная. В России обычно это стандартная менеджмент фи, точнее, success фи. Вот. У нас, соответственно, то же самое. Да, то есть у нас есть градация. Вот. По поводу менеджмент фи, это, собственно, наша работа поощряется в смысле закрытия сделок. То есть, когда мы заходим в компанию и закрываем сделку по входу, тогда нам тоже от 1 до 3 процентов от объема сделки приходит бонусом. То, что тоже приятно. Есть ли какие-то вопросы здесь? А, просто переключим, да. Ну, просто чтобы не смотрели. Согласна. Какими бывают венчурные фонды? Ну, по стадиям все, наверное, понятно. Да, это бывает… Ну, при СИД и СИД – это в основном ангела. Вот. Или стартапы, которые с очень высоким уровнем риска. То, что касается раунда А, Б, ну, это вот по факту, где мы находимся. СИД – это уже не венчурные фонды. Это фонды, которые занимаются… Ну, которые мы перепродаем. Вот. Очень часто венчурные фонды перепродают большим фондом. В России это не развито. В России ты продаешь уже конечному обычно институциональному игроку, который будет это дальше расти. Спасибо большое за то, что подсказали. Вот. При IPO – ну, это как раз упаковщики, о которых я говорила. В России их очень мало, ну, потому что выходов на IPO тоже, в общем, не очень много. По их инвесторам. Государственные, частные, корпоративные. Ярким примером государственных является РФПИ и было РВК, которые сейчас находятся под санацией. частные, ну, обычно у каждой большой корпорации, в том числе и у Усманова, есть венчурные фонды. Вот. Они обычно занимаются кооптивным потреблением. Типа нам нужна какая-нибудь втулка, которую нужно придумать или произвести, или какой-нибудь способ там снижения тех или иных затрат на производство. Даже у Калашникова есть свой маленький венчурный фонд. Вот. И, соответственно, они потом являются конечными покупателями уже. Ну, да. Да. По факту дорого, но красиво зато выглядит. Вот. Корпоративные – то же самое, только с корпорациями. Ну, в России это плюс-минус одно и то же. Итак, по отраслям. Как вы думаете, кстати, что на данный момент является самым крутым в стартапах, кроме развлечений? Я об этом уже сказала. Финтех. Транспорт. Транспорт. Так. Окей. Финтех. Что? Финтех. Ага. Итак. Ну, естественно, развлечение, да. Еда очень растет сейчас. Вот тех. Очень растет медицинская отрасль и любые стартапы. В частности, достаточно сильно растет телемедицина. Уж не знаю, зачем так сильно она растет. Ну, просто для меня не очевидно. Но в мире вообще везде она так сурово развивается. По поводу финтеха. Да, безусловно, это круто, но пока не так сильно растет данное направление, потому что очень сложно. очень сложно, нужны очень хорошие познания или там большой опыт работы в финансовых институтах для того, чтобы разработать что-то, что полезно для финансового рынка. Но один такой стартап у нас есть. Называется он «Деньги вперед». «Деньги вперед» — это стартап, который рассчитан на любые… Это корпоративный проект. Соответственно, ты можешь получать свою зарплату каждый день, потому что ты в день зарабатываешь какое-то определенное количество денег. Ну вот если ты зарабатываешь 30 тысяч в месяц, то ты каждый день можешь получать свою тысячу на карту. Если мы говорим про то, что это может сделать банк, и подобные продукты есть у банков, их нету, потому что нужно создавать большие резервы. Это достаточно простой финтех. Все остальное, что я смотрела, я смотрела достаточно много финтеха, крайне сложно и не очень понятно, насколько это будет полезно. Обычно банки любят это делать все сами и не отвлекаться на то, чтобы покупать что-то у кого-то. По поводу транспорта и логистики. Да, безусловно, данная отрасль растет. В России она растет особенно сильно, потому что транспорт — наиболее серая и очень не централизованная отрасль. Огромное количество транспортных компаний, подрядчиков, очень большой разброс в инфраструктуре, очень большая цепочка. Это и склады, и железная дорога, и фуры, и последняя миля, и курьерка. Очень разбросана эта отрасль, и никто пока не понимает, как ее консолидировать. То есть все понимают, что ее надо автоматизировать, и все понимают, что автоматизация поможет ее консолидации в одних руках или в нескольких руках. Но пока никто этого сделать не может. Есть ряд стартапов, которые предположительно будут лидерами на этом рынке. Но пока нет большой сделки с крупными транспортными компаниями, особенно с компаниями, которые владеют инфраструктурой. То есть порты, вокзалы, поезда. Вот это вся история. Но, может быть, вы скоро увидите. Это пытаются сейчас активно сделать несколько игроков. Не буду пока про них говорить. По географии, ну, одна страна, много стран. По-моему, все очевидно. Да. А вы в итоге спросили вопрос, как вы считаете, какая отрасль из-за насоса активна? Ну да, вы тут поговорили по поводу финтеха. Развлечения. Развлечения, логистика и медицина. Это те вещи, которые будут расти очень круто. Развлечения, потому что у нас сейчас сокращается. То есть если мы работаем дома, у нас по большей части сокращается время на дорогу. Ну, хотя бы просто на дорогу. И свободное время мы проводим как? Ну, мы же не читаем с вами Шекспира или не занимаемся самообразованием. Точнее, очень маленький процент это делает. В основном кто-то втыкает в игрушки, кто-то смотрит сериалы, кто-то, не знаю, разговаривает с подружкой по телефону или как-то еще. Соответственно, эта зона будет расти, потому что вообще в целом за счет автоматизации люди меньше работают сейчас. То есть почему такая проблема безработицы в мире? Просто потому, что люди, которые копаются в телефонах, вы меня раздражаете. Почему такой объем безработицы? Просто потому, что мало рабочих мест, мало рабочих часов. Они сокращаются и будут сокращаться дальше. Поэтому мы это время будем тратить на развлечения. Соответственно, этот рынок будет больше монетизироваться. Следовательно, чем больше в этом сегменте средств и потребителей, тем больше он будет расти. А может ли рынок развлечений расти как эффект постпандемии? Может, конечно. Но люди же с ума сходят в дома, вот они начинают развлекать себя. Да, конечно. И алкогольная отрасль, знаешь, как выросла? Вообще просто, просто, просто. И рождаемость. Да. Но он очень большой. Я просто говорю о том, что он постоянно… Ну, то есть это же не как цены на уголь, понимаешь? Типа, мы ждем, когда придет что-то другое. Это очень долгосрочный, долгоиграющий очень тренд. Вот. Да. Кто-то будет уменьшаться, пожалуйста? Кого? Сейчас же был очень быстрый рост. Так. В этом доме уже был очень быстрый рост, поэтому будет снижаться. Вообще, очень крутой вопрос. На самом деле, нет. Ну, точнее, он будет замедляться. Да, безусловно, он уже замедляется. Но все ожидали падения и в транспорте, то есть в доставках, и в сфере развлечений. И этого не произошло. То есть люди как бы почему-то не стали играть меньше. Ну, типа, они уже вышли, а играть меньше не перестали. Уже жизнь осталась. Да. Недавно, ну, в одной из компаний мы проводили опрос, тоже портфельный, который, типа, хотите ли вы работать на удаленке, хотите ли вы повернуть так, как было, или хотите вы что-то другого. Вот. Два процента сказали о том, что они хотят ходить на работу. Ужасная просто тема. Хорошо. Что происходит с рынком в мире? Ну, рынок сильно растет. Смотрите. Вау. Да. Но по факту здесь очень много инфляции. Инфляция какого характера? Подумай сам. Нет, я цена. В Советском Союзе какая инфляция была? Нет, просто ситуация, когда, например, в Америке, когда, например, Россия, то здесь абсолютно противоположная ситуация, и многие, например, российские. Не, 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 не. Я говорю про мир, а в частности я говорю про Америку. И я изначально говорила о том, что данный рост и данный вскачок на самом деле связан с тем, что мы и в 2019, и в 2020 году очень много как мир, как Европа и Америка в частности напечатали денег. Поэтому на данный момент здесь достаточно значительное количество денег, которые были напечатаны в это время. Поэтому этот рост, безусловно, трендовый есть, но он не до такой степени экстенсивный, то есть он не до такой степени большой. Вот. А если ты знаешь, то зачем задаешь мне вопрос? Нет, останавливался. При Клинтоне он останавливался. При Буши они делали несколько раундов. Они же тогда называли это раундами. То есть они там типа напечатали, а потом ждут, ждут, ждут. Потом опять напечатали, а потом опять ждут. А сейчас они ничего не ждут, а просто печатают, это не прекращается. Ну, оно остановит инфляцию. А по поводу спасения российской экономики, а ты действительно уверен, что ее надо спасать? Ну, просто... Это уже не вечерный фонд, ты со мной потом можешь над тем поговорить. По поводу изъятия денежной массы, оно бывает временным и стандартно. Если у тебя инфляция 7%, и она у тебя подпирает ключевую ставку, то ты по-любому будешь изымать и морозить какой-то объем денег, просто для того, чтобы ее сократить. У тебя впереди декабрь, а декабрь – это стандартный разгон как продаж, так и покупок, так и инфляции, соответственно. Какая инфляция? Давай потом. Я же говорю, я про вечерный фонд рассказываю. Видишь, какие у тебя слайды красивые. Саш Топоров подготовил аналитику, он тоже вас будет читать. Соответственно, по поводу рынка. Ну, видите, немножко подупал. Подупал в 2021 году. Ну, на мой взгляд, подупал за счет того, что есть все равно ограничения, которые сыграли свою роль. Очень много бизнеса закрылось. И мне кажется, что этот тренд будет восстанавливаться на протяжении 2022 года всего. Я думаю, что 2022 будет на уровне 2020. Да. А я тебе говорила, что трансляция – это странная идея. Итак, можете сфотографировать. Если кто-то когда-нибудь туда продаст стартапы, я пожму вам руку. Не знаю, пожмете ли вы мне ее, но я вам точно захочу ее пожать. Очень крутые ребята. Номер один – это 49 миллиардов. Номер два – это 19 миллиардов долларов. Невероятные суммы. Я, честно, не очень представляю, как это управляется, и как они вообще сегментируются, и как они принимают решения, и как там выглядит совет директоров. Но, наверное, мы когда-то об этом узнаем. Ну, здесь продолжаем, что все растет. Венчурный рынок в России. Озон. Крутая сделка. Все очень рады и счастливы, все в восторге. Да, Баринг Восток вместе с системой. Крупнейшая сделка. Headhunter. Не уверена, что это венчур. Ну, delivery, соответственно, доставщики. Хорошая сделка. Вот. А по поводу 2021 года и объема рынка. Да, он рекордный. Один миллиард. Не знаю, сколько тут инфляции. Опять же, думаю, что меньше, чем в мировых трендах. Но тоже определенное количество точно есть. Вот. Кибербезопасность. 250 миллионов. Я думаю, что это во многом госсектор. Так как идет масштабная цифровизация, достаточно большое количество стартапов подобного характера покупается государством. Сфера развлечений, как я и сказала, игры, много всего. Хотя я думала, что транспорт ее, честно, перебьет. Логистика. Вот как раз мы видим большой тренд на то, что люди хотят докупиться стартапами, чтобы потом это централизовать. Потому что очень большое количество данных сделок уходит не в венчурные фонды, а напрямую большим компаниям. Это венчурный рынок России. Если вы считаете, что очень мало фондов, их очень много. Если вы считаете, что сложно поднять деньги, нет, это достаточно просто. Важно просто этим заняться. И походить по встречам, хорошо подготовить презентацию и грамотно говорить. Я думаю, что… Без логотипа по именно отвечу. А у тебя есть стартап? Хорошо. Не проблема. Саша Топоров? Ну, это выпускник тоже, на самом деле, МГИМО, это аналитик, который придет. Да, вот у него это все есть, но, соответственно, вышли материалы. Почему нет? Да. Интересно узнать про стадии, которые проходит стартап. Да, нет. Да, да, отлично. А сколько у нас времени вообще? А то я разговариваю. О, понятно. Я думала, что я уже переразговариваю с вами. Итак, знакомство и презентация. Это как раз стадия, на которой мы верифицируем, хороша ли идея. Но в целом, интересно ли этим заниматься или нет. Получение материалов. Это после подписания индейки обычно нам открывают какую-нибудь дата-рум, и мы изучаем, чем вообще компания занималась, и по факту это такой мини-дью-дил. Анализ, опрос, вопрос. Это очень интересная работа, поскольку мы должны изучить, типа, как это вообще работает. Ну, то есть это не фабрика производства унитазов, тут не очень все понятно. И, соответственно, возникает огромное количество разных вопросов. Подготовка предложения. Ну, это история про то, что мы тебя как-то оцениваем. Ты говоришь, о, нет, вообще я читать даже это не буду, потому что это очень мало. Но потом возвращаешься, и мы начинаем, соответственно, торговлю. Это на самом деле этап уже торга какого-то. Согласование условий с компанией. Ну, это торг заканчивается. Это одобрение основных условий с инвесторами фонда. Стандартно это инвестком. Нам показывают основные условия. Я говорю, нет, мне кажется, что это дорого, это дешево. Экзит такой или другой. Почему такой мультипликатор? И здесь происходит такая. Если вы прошли инвестком, то, соответственно, дальше фонд за вами будет бегать, а не вы за фондом. Проверка компании документы. Это уже юридический дью-дил, насколько вы действительно обладаете теми правами на софт, допустим, которыми вы заявляете. Одобрение сделки инвесторам. Но это финальный инвестком, когда мы уже подписываем так называемую декларацию о выдаче средств вам. Закрытие сделки. Я вас просто поздравляю. Это деньги у вас на счету. Управление портфелем. Но это, соответственно, мы ежегодно, ежеквартально или раз в полгода смотрим на вас и на ваш рост. Если вам нужно поднять еще раунд, допустим, как Юрин сейчас делает, мы вам это помогаем сделать. То есть мы как фонд представляем и говорим, ребята, они классные, мы туда довкладываем, и вы довкладываете тоже. Вот. Экзит – это самый счастливый мой день. Это то, когда я с вами прощаюсь и больше никогда вас не вижу. Вот. Получаю за это деньги, получаю за это свою премию и ухожу. Вот. Да. Чего вот оценивается значение у него фонд и стартап, если у него нет операционных результатов? Никаких. Если нет операционных, ну обычно они всегда с операционной есть, но если их нет, то оцениваю я, нравится мне или нет. Вот. Ну потому что ты никак по-другому… Извините, пожалуйста, трансляция. Вот. Ты никак по-другому это не решишь. Ну у тебя нету возможности это сделать. Да, если… Кто же такой приходил-то? О! Вот. Недавно пришла компания, которая говорит… У нее пока просто очень мало операционных результатов, это практически невозможно верифицировать, успешно она или нет. Компания занимается разработкой маршрутов автомобильного путешествия. То есть ты можешь купить… Если ты хочешь на тачке поехать три дня в Италии, то они могут… Ты можешь купить там маршрут уже готовый или можешь за чуть больше деньги заказать, чтобы тебе его разработали. Вот я не знаю, насколько это как бы круто или нет. Ну вот мы их пока смотрим, мы смотрим на их стратегию, но я пока… У меня нет пока решения на эту тему. Вот. Вы считаете, что это полетит или нет? Ну если считаете, что полетит, поднимите руку просто. Звучит как фу. Как удар. Ну да. Все зависит от ситуации с природоверством, подделья и отмечения. Ну так ты же в машине. Ты же не на концерте, Бьенса, ты же в машине. Путешествие – это всегда спонтанность. Спонтанность у тебя всегда. Вот я допустим планирую. Уже есть в авиационной сфере, то есть в сфере покупки авиабилетов. Можно выбрать рандомное направление, вот покупаешь рандомное направление и он сам выбирает в дальнейшем. Есть такая идея. Ну вот вы считаете, что он полетит или нет? Я думаю, да. Потому что если авиационная полетела, будет более простой. Ну да, а что нет-то? Готовы? Да. Да, я тоже это очень люблю. Правда, так мало, так редко это получается. А что? Вопрос маркетинга и пиара. Хорошо. Вот у меня первый вопрос. У меня вопрос, заходить или не заходить, если я не верю. Потому что я вот, ну, не верю в этот стартап. То есть я не говорю, о, какая классная штука. Надо ее обязательно купить. Я вот думаю, типа, да или нет, полетит или не полетит. Я всегда ищу, куда я это продам. Вот сейчас, если я найду, куда я это продам, ну, в теории, да, хотя бы там 2-3 игрока, тогда я зайду. Вот. А если нет, то не зайду. Вот. Маленькая конверсия. Да, понятно, что отсматриваем много. 5% конверсии входа в стартапы. На самом деле, это очень-очень высокая конверсия. Это прямо, мне кажется, что-то завышенное. Ну, честно. А обычно это 1-2%. Вот. Причины отказа. Ну, я уже, по-моему, все рассказала. Ну, низкая ликвидность. Ты не можешь оценить стартап по низкой ликвидности. Обычно ты можешь оценить, насколько у них снижаемы косты. Вот. Недостаточно большой, недостаточно маленький, недостаточно быстро растущий рынок, сложность масштабирования, нет уверенности в команде. Я, мне очень часто не нравится команда. Ну, то есть, я всегда прошу сделать личную встречу с командой, и практически 80% у меня возникают очень большие сомнения в команде, в их слаженности, в том, что она комплектна в целом. Потому что обычно приходит один человек, который очень круто рассказывает. И ты, ну, и как бы не очевидно, а там есть кто-то еще, или это просто один человек, и он как бы такой что-то украл откуда-то. Вот. Поэтому команда крайне важна. Мы инвестируем в то, где команда готова испытывать большое количество напряжения. То есть, то, что у тебя не получается, и опять, и снова, и еще раз, и вот ты постоянно должен жить в состоянии стресса. То есть, стартапер тот человек, у которого все уже сгорело, у которого всегда нет денег, и он всегда очень нервничает, потому что у него всегда не получилось. Вот. Ну, то есть, как бы это прям, этот человек вот именно такого склада характера, и когда у него получилось, то все круто, он уже не стартапер, да, вот человек, который находится только в зарождении какой-то идеи, он постоянно находится в состоянии большого стресса, и очень мало команд выдерживают подобное напряжение. Как-то так. Что-то еще есть? О, это слайд, где я самый большой человек в галстуке. Да. Вот. Управляющий партнер, инвестиционный директор, инвестиционный менеджер, аналитик, стажер. Юридический департамент, финансовый департамент. Итак, финансовый юридический департамент это БЭК, это люди, которые считают и выверяют документы. Стажер, это тот человек, которым можете стать вы, если вы хотите стать стажером вдруг. У меня в фонде. Аналитик, это тот человек, который смотрит первичную документацию. Вот все презентации, в него летит вообще все. Вот. В него летят все, там, не знаю, брошюрки, которые там посылают нам разные люди, презентации длинные, короткие, видеоролики, стартапы, которые передала подруга мамы. Ну, в общем, короче, вот это вот все он обрабатывает. Инвестиционный директор, инвестиционный менеджер, я прошу прощения, это тот человек, который уже звонит стартапу и спрашивает о том, а вообще, чем вы занимаетесь, интересно ли вам, сколько денег ищете, почему ищете именно столько. Ну, в общем, он их тщательно, он берет тщательное, подробное интервью, обычно оно записывается и потом верифицируется в большой протокол, который ложится в основу первичного анализа. И, соответственно, все запрашивает, датарумы подписывает, индейки, вот это все сделает. Инвестиционный директор, это человек, на которого опирается инвесткомитет. Он по факту готовит сделку на выход в инвесткомитет и, соответственно, и лично общается со стартаперами. Уже очно. Вот. Обычно в него летят много шишек, потому что именно на его вкус изначально стартапы подбираются, потому что ни один управляющий партнер всю воронку точно не смотрит. Ну, то есть, там, если у тебя прошло 800-900 проектов, ты точно не сможешь подробно залезть в каждый из них. Вот. Он смотрит порядка 200-250 руками и, соответственно, ну, вот там за сколько? За три квартала он посмотрел вот где-то 200-250 проектов подробно. Вот. Из них, собственно говоря, поднялись немногие. На инвестком. Да, и еще он не расстраивается, потому что очень часто инвестком не принимает те или иные стартапы, которые он очень долго готовил. Поэтому человек, который не должен расстраиваться никогда. Вот. Конец моего доклада, собственно говоря. Стажировка. Если кто-то хочет, это будет интересно. Ну, и по факту, наверное, полезно. Вот. По поводу гибкого графика. Да. Вот. Кота придумала не я, кота придумал он. Вот. Это тоже его любимый слайд. А что ты? А ты нет, да? Окей, хорошо. Вот. Соответственно, как-то так. Наш курс будет состоять из четырех лекций. Я думаю, что все остальные также будут полезными. Ну, и пятая лекция, по вашему желанию, тогда мы ее немножко разошьем, она будет напрямую со стартаперами, которые расскажут, что это такое, быть стартапером, как это и про свои продукты и проекты тоже. Вот. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы. Пожалуйста, все эти четыре лекции вы будете вести? Нет. Нет. Нет, но я постараюсь, еще на одну прийти точно. Да. Ну, вот у меня есть вопрос. Вот. Меня зовут Константин. Я сам занимаюсь стартапами, являюсь фаундером экологического проекта Ареал. Так. Вот. Это карта со связью с бизнесом и людей, которые могут, грубо говоря, выполнять заказы по карте. Угу. Вот. Сейчас нахожусь на стадии МИБи. Вот. Еще айтишника. Это самая главная проблема. Вот. И вопрос у меня такой прикладной больше для вас. Вот. Вы сказали, что у вас вложение в иную компанию это 200-300 миллионов. От 29 до 300. Ты как-то услышал то, что тебе нравится. Вот. И вопрос такой. Вот получается, что этого нет буквально несколько процентов всего капитала венчанного фонда, да? Ну да. Но мне, я так сильно не люблю никакой стартап, чтобы положить больше. Но по отдельным решениям можем положить и больше. Вот. И вопрос следующий вообще. Как идет распределение? Как действует... Насколько сложно диверсифицировать риски? И можно ли диверсифицировать их за счет того, что мы вводим, допустим, венчанный фонд на заграничные и зарубежные рынки для увеличения просто возможностей инвестирования? Ну, у нас есть иностранные стартапы, конечно. И мы покупаем это. В частности, есть стартап, который называется Oncobox. Мы находимся в стадии сделки. То есть иностранные? Ну, на стадии переговоров. Есть портфели? Да, есть портфели. Мы смотрим. Я стараюсь смотреть... Ну, чисто из патриотизма я стараюсь смотреть, где русские фаундеры, даже если они живут ведь за рубежом. Ну, если что-то очень интересное за рубежом, то да. Вот. Поэтому пока ничего такого суперинтересного нет. Либо это чеки, которые... Ну, они нецелесообразны на российском рынке. Ну, еще такой вопрос. Да, степень аллокации в портфеле. Ну, то есть, на сколько процентов он вложен уже в компании? Или это закрытая локация? Ну, я не могу сказать, что на много он вложен. Ну, 30 процентов, где-то так. Спасибо. Ну, это если я правда сказала. У кого-то есть еще какие-то вопросы? Да. Не знаю. Не вижу. Да. Да, по медицинской тематике. Да. Да, вроде бы, в связи с термином вирусом она начала расти, но как она будет дальше расти? Потому что, да, все исследования могут там проходить с точки зрения инцидарства, еще все очень сильно не было. и вот как вы думаете, будут ли какие-то подвижки в этой сфере, что, да, там, какие-то разрешения и так далее, что он будет простигнуть? Ну, ты имеешь в виду государственный аппарат? Будет ли он проводить, будет ли он делать процесс аттестации препаратов быстрее или? Ну, да. Ну, да. Но есть, на самом деле, разные режимы. Вот если мы говорим про создание вакцины, она шла именно по очень ускоренной процедуре. Причем все вакцины, которые разрабатывались в России, как и в Штатах, они шли по упрощенной процедуре согласования аттестации. То же самое произошло с теми, с разными оборудованиями, которые связаны с искусственной вентиляцией легких. Они также получали сертификаты гораздо быстрее, нежели обычное оборудование бы получало. Поэтому, в целом, данные подвижки есть, и я думаю, что, да, это будет тренд, который будет дальше как-то развиваться. Не уверена, правда, что сильно быстро. Иван, у меня два вопроса. Да. Первый, а воин для вас и проект, который я не могу двигать, мы стали, это локальное то есть основное дышевание, которое тут стало как бы и второе вопрос. Нет ли сейчас переизбытка в развлекательной сфере проекта? Нету. Ну, нету переизбытка в развлекательной сфере просто потому, что не все выживает, но, типа, люди голосуют. Ну, то есть, умер же этот вот аудио-стартап. Как-то аудио-социальный. Вот. 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 Вот он, типа, взлетел и умер, да, поэтому здесь нету переизбытка, здесь просто что-то взлетает, а что-то нет. Вот. А по поводу внезапно масштабируемой штуки, ну, наверное, онлайн-курсы. Есть такая, есть такой большой, ну, есть стартап в России, они взяли, они скопировали, по факту, китайский опыт. Это история про разные видеокурсы для женщин старше 35-ти, которые они, которые являются платными. То есть, и там как раз макраме, вязание, вот, и они суперпопулярны, они очень успешны. Вот. Хотя мне казалось, то, что вот, когда одна бабушка другой рассказывает про то, как можно правильно вязать, это не очень масштабируемая штука. На самом деле, они подняли большое количество денег. Но в России пока он не запустился. Вот вопрос насчет деятельности вечерного фонда, насчет количественного и качественного анализа. Я ровно в 20 минут вас отпущу всех. Я просто вижу, как там люди немножко ножку уже занесли. Количественное и качественное анализа. Я понимаю, судя по вашему рассказу, получается так, что в вечерном фонде в основном все решения принимаются несколько на анализе цифр и сравнении с другими, насколько ты чувствуешь рынок и насколько ты понимаешь, как ты воспринимаешь идею человека, который пришел к тебе и рассказывает о своем новом видении, о своем... Он потому и венчурный, потому что он более чувствительный к самой сути проекта. Я не могу тебе сказать, что я ориентируюсь на то, что мне кажется, что это классно или мне понравился, не знаю, мужчина, который мне об этом рассказывал, поэтому я дам туда денег. Нет. Но то, что это больший удельный вес сносит в принятии решений, да, конечно. Поэтому это и называется венчуром. Если бы мы шаблонировали и стандартизировали все эти вещи, то тогда это просто не очень венчур, то есть это не очень рискованный рынок, здесь нету элемента веры. Ты просто типа, а, вот он подходит нам по тем или иным параметрам, поэтому туда инвестируем. Поэтому нет, конечно, мы не только на цифры ориентируемся, хотя это имеет большое значение. Но я говорю, что любой стартап является интересным, вопрос просто оценки его. Такой вопрос. Стартап следует инвестировать, ну, вкладывать много денег в брошюры, презентации. Нет. То есть на самом деле... Нет. Нет, не надо. Вопрос такой, если презентация там на белом фоне, ключевые какие-то моменты, главное... Самое главное, как вы презентуете и какая у вас команда. Вот честно, да, после этого важно, какая у вас финансовая модель. Вот это важно. Вот то, что вы мне покажете красивую брошюру, для меня и для любого фонда это не имеет никакого значения. потому что я в этом... Вот я беру эту брошюру и вижу, что ты 150 рублей потратил не туда. Я хотела по-другому сказать, но вот не в то место ты их употребил. Все. Да? Нет? Вам спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Надеюсь, еще придется. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ